Всем большой привет, дорогие друзья! Сегодня будем смотреть некоторые игры, которые прошли в рамках World D-Sports Games. Сегодня, 11 ноября, в Алматы, по второму Старкрафту, в финалы. И так получилось, что у нас появились демки с этого турнира, соответственно, мы сегодня будем их смотреть. В первую очередь хочу напомнить о том, что в финал вышли всего два человека, один из них поедет. На гранд-финал и будет представлять нашу страну, Казахстан, на одном из самых больших киберспортивных соревнований в мире. Это очень приятно, благодаря Республиканской Федерации Киберспорта все это сегодня происходило. К сожалению, Старкрафт не транслируется на основном экране, потому что это не самая популярная дисциплина у нас в Казахстане. Большую часть игроков, конечно же, составляет Dota и Counter-Strike, но, тем не менее, спасибо за Старкрафт, спасибо за Hearthstone, спасибо за PES, конечно же. Хотя, я, честно говоря, даже не знаю, насколько большое комьюнити по всем этим трем играм. Но у нас так получилось, что по Старкрафту играло порядка 20 или 30 человек на отборах. Это довольно неплохой результат. Играл Мастерок, судя по тому, что было в сетке. Он проиграл едва ли не во втором раунде, играл Lightweight, почти до финала он дошел. Ну и, собственно, финалы прошли между двумя игроками. Это Репликант и Инуджин. Терран против Зерга. Давайте посмотрим первую игру. Карта Синее смещение. Всего будет 4 игры. Я сразу буду спойлерить касательно того, какое количество игр, потому что у меня всего 4 реплея. Есть результаты по времени. Итак, стартанули. Синее смещение, РВ, еще раз карты. Напомню, в правом верхнем углу красный Терран. В левом нижнем углу желтый Зерк. Инуджин, соответственно, Зерк и Репликант. Красный Терран. Сразу выезжает ставить дефолтную тпушку на рампе для того, чтобы закрываться. Ну, а с этой стороны тоже все довольно стандартно. Оверлорд уже летит на базу к Террану. ГЛХФ пишет Репликант. Здесь давайте поставим пока что действие минут. Посмотрим, какой АПМ у игроков. Смотрите, средний АПМ Репликанта 290-300. Средний АПМ Зерга Инуджина 115-120. Но даже этого хватает для того, чтобы быть в Мастер Лиге. Репликант ставит казармы и сразу же газилку для того, чтобы лететь первыми реперами, напрягать гелионами. Здесь сразу обращаю внимание, что ставится Омут рождения. Пул до хаты это довольно сейфовый билд. Потому что таким образом у Зерга будет возможность, во-первых, отбиться от ранних каких-то рашей. И в свою очередь он сможет нахарасить оппонента, если тот будет халявить. Здесь обращу внимание, что уже 19-20 пошел лимит. Запускается первый Марик заказывает... А, прошу прощения, заказывается репер. И 400 минералов ждем для ЦЦшки. Вот она ставится. Здесь после репера вот ставится еще одна депошка. Будет потом поставлен реактор для того, чтобы перелетела в факта в перспективе. Здесь едет КСМ, она будет проверять тайминг хаты. Будет видеть, что хата чуть более поздняя. Выбегает 6 лингов. 4 линга будут смотреть, что происходит у оппонента. С репером они, наверное, не столкнутся. Хотя, может быть, да, они увидели друг друга. Линги побежали дальше. Репер нанес один удар по лингу и будет смотреть, что происходит на базе Узерга. Репер смотрит, начинает настреливать по лингам. Хорошо контролит или не очень. Выходит королева. Королева начинает мочить репера. Репер откидывает королеву, смотрит, что здесь есть. А здесь уже бейлинги. В свою очередь, Зергушата начинает убивать КСМку. КСМки еще выезжают вместе с Мариком, чтобы, во-первых, дочиниться. Во-вторых, отбиться от небольшого Хараса. Репер никого не убил, к сожалению. Но здесь сгрызается КСМка, недоконтроливает репликант. К сожалению, придется еще одного КСМа отправлять на постройку. Но ты чего, дружище? Здесь реактор. Космопорт факта делает первого Геллона. Отбиваться нечем. Зерг начинает уже с мувами набегать на... Ох! На... Терана достраивается. Наконец-то ки-ццэшка улетает. И что, ребят? Что делать? Бункер строится один, бункер строится второй. И шесть бейлингов взрывают просто все. Но стенка на самом-то деле неплохая. Повылетались адепошки. Саплай блока ничего себе нету. Так, что здесь будет происходить? Отбиваться от этого крайне трудно. Потому что, посмотрите, какое огромное количество заворачивается гиблингов. И лингов целая куча. И еще идет небольшое дотекание. Здесь у Зерга все довольно неплохо. Но вторая не раскачивается база. Стоит Гиллион. Гиллион не знает, что ему делать. Вторая порция гиблингов. Залетает в бункер. Начинает грызть бункер. Бункер не вычинивается. И вся эта огромная толпа забегает таки на базу. Выезжает к СМке. Еще один бэллинг взрывается. Тут просто нечто непонятное происходит. Но лимиты одинаковы. Посмотрите. И сейчас, если Зерг не добивает своего оппонента, то ему можно выходить. Вылетает первый Викинг. А лимитов-то практически нету. То есть у Зерга 28 лимита. Из них 16 это дроны. Все остальное это собаки. Которыми уже не пробить. Потому что там 2 Гиллиона. Я вижу 1 Рипер. 3 Гиллиона. И марики. И если сейчас вот эту атаку отбивает Терран. Кажется, можно писать БГ выходить. Ух, хотя... Ну, посмотрим. Сейчас, если все будет хорошо. Если все будет хорошо, то... Ну, естественно, для Террана. Если он хорошо расконтролирует. А он, в принципе, неплохо расконтролирует. Взрываются бэйлинги. Взрываются... Ты не взорвал бэйлинги здесь, дружище. ГГ пишет. И на Джин. Выходит, первый матч был просто дичайший. Если честно, я обалдел со всего происходящего, конечно. Ну что, давайте продолжаем дальше. Смотреть вторую игру. Карта ловец нов ФРВ. Просто стартуем, смотрим. Наслаждаемся играми. Потому что, ну, первая игра была, конечно, просто какая-то дичь. Видно было, что зерк хотел быстренько пробрить своего оппонента. С дефолтными лингами-бэйлингами. Но не получилось. Репликант закрылся очень хорошей стенкой. Не пустил оппонента внутрь. Довольно неплохо контролил. Давайте посмотрим, что будет во второй игре. Внизу красный Терран, снова репликант. Сверху и на Джин. Желтый зерк. Модифицированный какой-то оверлорд. Я, если честно, даже не знаю, откуда он такой появился. Ну, видимо, купленный скин. Но откуда? Не знаю. Снова дефолтная депошка ставится на рамки для того, чтобы не пускать лингов. Мы уже об этом слышали. На всякий случай повторюсь еще раз. Посмотрим, что сейчас будет. Видимо, тоже какой-то интересный чизок. Снова пул до газа и пул до хаты. Вообще, да, чуть ли не 14 пул, я внимания, если честно, не обратил. Два газа, смотрите, идет сразу. Это очень интересная задумка от зерга. Я, к сожалению, не знаю, что это такое. Но, возможно, будет большее количество лингов, большее количество бейлингов. Чуть более ранний мув. Ну, посмотрим. Здесь стандартно все пока что отыгрывается. Газилка, барак. И, ну, не знаю, примерно должен догадываться Террен о том, что зерк будет продолжать чизить. Просто потому, что первый раз чиз не получился. Маловероятно, что во второй раз зерк будет играть в нормальный, скажем так, дефолтный билд. С учетом того, что здесь бо-3. То есть, в принципе, еще один раз можно проиграть. А, Родж Ворон. Это Родж Ворон. Это тараканы. Я все время забываю стать продакшн. Если честно, идет уже рипер. Первый он будет выезжать на проверку к зергу. Снова ставится ЦЦ-шка. Тайминговая, кстати. А здесь ничего нет. Видимо, это будет выход с 7 урочами, да? Тайминговый. Не очень много, кстати. Смотрите, дронов всего 7 добывает. Да, какая-то заготовочка. Ага. Разорители сразу морфятся. И таракан. Ну, убей, КСН-ку-то чего, друг? Сразу же это примерно предполагает репликант. Снова ставит хорошую стенку. Факту. Бункер 1, бункер 2. Реактор. И, смотрите, отменилась ЦЦ-шка для того, чтобы чизом этим не пробрили. Маловероятно, что у зерга что-то получится сейчас, потому что... Ну, я, если честно, не вижу никакой возможности сейчас выиграть зергу. Какие-то механические разорители будут пытаться... Будут пытаться. Посмотрим, что произойдет. Давайте посмотрим. Выезжают 4 КСН-ки чинить. Они, в принципе, довольно быстро чинят. Но их тоже можно ОЕшкой зацепить, если они не будут вовремя отводиться. Но репликант отлично контролирует, если честно. Четвертый разоритель уже подошел. Идет еще один. И просто один таракан. Убивается бункер, кстати. И сейчас можно поднапрячь зерга, потому что по бункеру проходит достаточное количество дамага. Нужно подконтролить вот этих битых разорителей, чуть убрать. А вышел циклон, смотрите-ка, ничего себе. Репликант довольно умело подстраивается, если честно, под то, что происходит на карте. И это довольно неплохо. В том плане, что человек как минимум понимает, что пробивается второй бункер, кстати. Но остается всего 4 разорителя, и их сейчас просто затыкают. Тем количеством лимита, что есть у оппонента. Давайте посмотрим армию. К сожалению, непонятно, что здесь. Ладно, давайте пока оставим продакшн. Здесь раз-два марика, 6 ксмок и один циклон. Циклон уже 2 кила. Подтягиваются все время разорители. И, ну, честно говоря, я не знаю, мне кажется, Чизок не должен этот сыграть, потому что Иноджин не очень хорошо контролит. Несмотря на то, что довольно серьезные игроки, что один, что другой. Но, к сожалению, может быть, нервничает или что-то еще. Смотрите, заходит, заходит внутрь. И есть возможность прям вот райт-кликнуть циклонов, и все. Нет лимита боевого у Терана. 8 мариков, но где они все? 7. Они в продакшн, и потом выходит циклон, тараканы. О, ничего себе, Баньша. Баньша сейчас накажет, если честно, все это. Блин, как круто. Баньша, которая будет драться против тараканов, это прям мощь, если честно, решение. И еще одна Баньша делает, кстати, в продакшене. Смотрите, ИИ сразу ставит к вину. Ну, вообще, это ггшка, конечно. ПП пишет Иноджин. Отличное было решение, если честно, от репликанта вот так вот отыграть. То есть, заставить себя не побояться и сделать Баньшу. Ну, как бы, решение может быть очевидное, но, тем не менее, для тех, кто не очень, как бы, активно или хорошо играет в Старкрафт, ну, такие, конечно, решения, прямо, можно сказать, элегантные. Давайте перейдем сразу к третьей игре. Карта Бирона Хода Короя тоже будет довольно быстро. 5.54, если верить таймингу реплея. Довольно неплохая, интересная карта, на мой взгляд. Очень удобная, очень хорошая. Очень много всяких разных мест, где можно поставить нычки, целая куча камней. И нужно за какую-то, то есть, часть драться для того, чтобы потом, ну, удобно проходить. То есть, например, если зерк вот разрастаться вот сюда, потом вот сюда и прогрызет камни. В общем, я к тому, что здесь, для того, чтобы идти напрямую, нужно идти прям как по лабиринту. Вот так, вот так, там и дальше, да? Можно отжирать половину карты и напрягать своего оппонента там по какому-то, скажем так, ну, не фронту, по какому-то флангу. Я в этой части хотел сделать свое замечание небольшое. Ну, да ладно, возвращаемся к игре. Сверху терран, снизу зерк. Ставится, ну, дефолтно все отыгрывается терраном. Это хороший 1-1-1 с подстройкой к оппоненту. Репликант будет играть через дефолтную хату. Обратите внимание, что ставится сначала хетчери, потом будет ставиться газ-пул. Там или пулгаз, это не принципиально. Ну, газ-пул, видите, первый, потому что... Ресурсов должно хватить на плюс-минус одинаковый запуск продакшена. Хорошо, что вспомнил про него. Смотрим, здесь происходит примерно то же самое, что и обычно для террана происходит. Ну, то есть, как бы, ставится реактор. Непонятно, будет рипер или нет, но вообще, как бы, по идее, рипер должен выходить до реактора. Поэтому, скорее всего, его не будет. Сцэшка. И выезжает Косэмка на развертку. Увидит, что первая... Это хата. То есть, никаких чизов не предвидится. И Ноджин примерно понимает, что ставки сейчас уже гораздо более высокие, потому что он проигрывает 2-0. Нужно комбетчить, и комбетчить довольно серьезно, да? Потому что в противном случае можно не поехать на финалы. Репликант ставит дефолтный завод сразу после казарм. И еще одна газилка, для того, чтобы было больше газа на гиллионов. Смотрим здесь, что происходит. Выходят линги в количестве 4-х штук. Пока никуда не бежат, ничего не смотрят. И Ноджин видит, что есть Сцэшка отсюда. Причем его марики с большей долей вероятности не увидят, потому что находится оверлорд на возвышении. 4 марика. Строится лаборатория. Интересно, для чего? Для танков, что ли? Или для космопорта, который будет перелетать? А тем временем идет третья нычка для зерга. Родж Ворон заканчивается муфлингом. Строится еще один оверлорд, точнее два. Ну и, в принципе, Родж Ворон это довольно неплохое решение. Для того, чтобы и раннюю агрессию отбить, и, в принципе, потом выходить в каких-то тех же разорителей, например, которые были в прошлой игре. Так, ну, что видим? Видим, что пока боевые лимиты ни у того, ни у другого не очень большие. 18 против 15. У зерга немножко больше. Да и лимита в целом на 10 больше. Копятся ресурсами игроки. Вот, да, кстати, нужен был танк для того, чтобы он вышел, да, с раскладкой сразу. И что? Будешь делать мародеров или головорезов? Головорезов. Викинг для того, чтобы звать оверлордов, кстати, вот и первого он обнаружил. Третья ццка ставится в стене. Ну и первые 7 рочей. 8, 9, 10, 11. Выходят на террано. И, кстати, с таким дичайшим лимитом 74 против 49. Даже с учетом того, что есть танк, у зерга очень большая возможность продавить просто лимитом. Я не видел у него гнезда гиблингов, поэтому я не уверен, что они тут будут, но они туда не нужны, потому что все это потихоньку сжирается забегающими лингами и просто наломился зерк вперед. И лимитом через А клик продавил своего оппонента. Как будто бы не было здесь никакого сопротивления, никакого лимита. С одним только лишь разорителем и небольшим количеством тараканов с собаками просто сожрал все это дело. Стоит, кстати, Либератор и убивает потихоньку, да, уже 7-8 лимита убил зерга. Но дотекание большое, дотекание лингов с мувом достаточно серьезное для того, чтобы погрызть здесь все, при наличии даже небольшого количества юнитов, которые атакуют с воздуха. Но это 2-1, именно Джин собрался и показал, как нужно играть в Старкрафт, потому что оно 66 против 15, лимитный репликант пишет, ГГ выходит. Если честно, тоже была довольно неплохая игра, прям очень крутая в этом плане. Именно Джин красавчик. Просто взял, сыграл в свой зерговский дефолт. Очень хорошо, очень четко, не дал возможности своему оппоненту даже развиться, собраться, какой-то кулак иметь, что ли. Вот, ну и прыгаем сразу в четвертую карту. Ну, как оказалось, это решающая карта, в которой, судя по всему, выигрывает репликант. Но мы даже с пониманием этого будем стараться делать вид, что еще не все потеряно. Вот. Смотрим, что будет происходить здесь. Зерг снизу-наверху. Это будет довольно долгая карта, да, в 2 раза больше, чем предыдущие 3. Я думаю, нет смысла объяснять на текущей стадии, что происходит сейчас. Надо отметить, что репликант, кстати, обыгрался еще там 2-1 в финале Лайтвейта своей сетки. Это говорит о том, что это очень хороший Терен, который выиграл едва ли не самого сильного игрока в Казахстане сейчас, да, там, ну, одного из, который, кстати, представлял нас на азиатских играх в этом году, в 2018, в Лайтвейт. Поэтому это очень ценная информация, и это очень, скажем так, ценный бэкграунд для репликанта. Так, ну, а мы ждем хэтчери от зерга, но зерг снова ставит пул до хаты. Если честно, не думаю, что это будет какой-то чиз. Хотя вполне вероятно, что это он может и быть, да. Потому... А, нет, смотрите, ставится хата, но это вовсе не означает, что чиза не будет. Так, мы ждем появления ЦЦшки у Терена. А что ж только все время забиваю стать продакшеном? Зашел в игру, поставил продакшен, все, сердце, соберись. Вылетает рипер, он будет смотреть, что происходит у зерга на карте. КСМ-ка сразу едет на... Ну, точнее, как сразу, она довольно долго была у себя на базе. Ладно, в общем, не суть. Выходит, всего два линга, они сгрызут КСМ-ку при должном контроле. КСМ-ка во время отреагировал, уехал к себе на базу, поэтому он не видел, что происходит у зерга. А у него Родж Ворон снова делается мув уже практически наполовину. И дефолт также 1-1-1 от Терена. Кстати, мы еще не дошли до того момента, когда Терены делают дропы, минки. Довольно там, скажем, однобокая игра. В том плане, что Терен все время подстраивается под то, что делает зерк, поскольку зерк играет в какие-то чизы. Терену приходится элегантно отбиваться. Ну, у него это довольно неплохо получалось. До этого момента посмотрим, что будет происходить сейчас. Рипера не остановили. Рипер прилетает на базу, видит, что есть некоторое количество яиц, из которых вылупляет Стараканы и недоконтроливает Рипера. Потому что, наверное, на базе стало что выстраивать. Снова 2 бункера. Бункеры по бокам. Ксмопорт. Ксмопорт, из которого совершенно точно должна вылетать Банша. Теперь уже будем на опережение понимать тактики репликанта. И улетает Сэшка для того, чтобы ее не сожрали. Здесь довольно серьезное дотекание. Уже снова с одним разорителем. Причем успевает прийти зерк с таким расчетом, что у Терена нет и не может быть танка к этому моменту. Но есть некоторое количество гиллионов, циклонов. Но эту стенку так просто не пробить, если честно. Потому что лимита хоть и больше, но не так, как в прошлый раз. Всего лишь на 10, а то и меньше, юнитов. Поэтому разворачивается и на джин. Но почему-то снова решает наломиться. Нет бейлингов и их не будет. Вторая база также не добывает. То есть практически играет один в один. И для зерга это всегда, конечно же, минус. Потому что он, имея возможность добывать большее количество ресурсов, за счет стоимости чуть менее, чуть более низкой стоимости своей хаты. Она стоит 300 минералов против 400 ццшки. И он не пользуется своим преимуществом. Только сейчас начал этим заниматься. Боевый лимит стоит на базе и ждет, что будет делать оппонент. Оппонент выезжает двумя гиллионами и будет проверять, что зерк делает сейчас. Ставится спорка от возможного вылета баньши. Кстати, она уже есть. Пока что не исследовано маскировочное поле. Поэтому опасаться наличия невидимых баньшей не стоит. Сразу вылетает стеночка. Две инженерки, две депошки и еще одна вот здесь должна поместиться. Для того, чтобы закрыть полностью рампу. Одинаковые лимиты. И зерк снова решает наломиться на Терана. Тем более, что залетает надзиратель, смотрит, что есть у Терана на второй. На натурале ничего такого серьезного у него нет. И уйдет, не уйдет. Ну, вообще, вообще, да. Думал, что уйдет, но там рейндж был довольно серьезный. Поэтому не ушел. Сапплай блока при этом не создал. Уход этого парня. Вот, Терана больше становится. И это плохо для зерга, потому что... А, вот прилетает баньша, немножко похарасила, посмотрела. Получила от Квины по голове. Увидела весь боевой лимит на базе. Ушла. Третий у зерга нет. Собственно, это и проверяет баньша. Видит, что третий опустая. Поэтому они играют два в два. Лимитов, как ни странно, уже больше у зерга. Вот эти два танка контролируют все в округе. Не дают наломиться с рампы. Хотя, наверное, он был его... Или какой-нибудь танк вот здесь поставил. Потому что они рампы не простреливают. И дропы пора бы уже показать, а? Дропы будут, не будут? Морики... Отдают должное, восхваляют космопорта. А вот, кстати, вылетают дропчики. Шесть муталисков в заказе. Стимпак. 1-1 будет готов. Как раз дроп будет с 1-1. И минка еще, смотрите. Прямо как положено. Турелька ставится. Ужас. Целую кучу. Третья появляется на карте. И 100 на 100 лимита. Я думаю, что у Тиране гораздо больше шансов за счет грейдов. Потому что у зерга, к сожалению, ничего нет. И вот эти муталиски в количестве шести штук. Они, конечно, могли бы немножко здесь полетать. И отстрелить кого-нибудь с газилки. Да, так уже турельки стоят. Потому что по таймингу примерно было понятно, что в скором времени мута должна появиться. Ну и что? Ол-инчик это от репликанта. Вместе с КСМ-ками. А, нет. КСМ-ки, кстати, полетели добывать минеральчики. И вот этот мул, он, к сожалению, не доедет. Взорвется там в пути. И вместе с ним еще огромное количество ресурсов. Так, ну ладно. Будем смотреть, чем закончится драка. Марик проверяет, что там происходит. И сразу же умирает. Начинается драка. Ужас. Ну, разваливается зерк, потому что широким фронтом встречает терранс, грейдами. Неплохо контролит. Шаг-выстрел, шаг-выстрел. Разбирает потихоньку все войско зерга. И пришедшее дотекание сейчас, ну, должно просто громить идти зерга. У которого и лимита меньше, и всего у него меньше. И боевого, и такого. Довольно неплохой контролер со стимпаком. Еще и убирает циклона своего. Обалдеть нужно. Ну что, ребят, это 3-1. Достойная победа репликанта, потому что, ну, очень неплохо отыграл. И грамотно подстраивался под оппонента. И показывал весьма неплохой контроль. ГГ 3-1. Это прям было хорошо. Если честно. Ну что, игры получились быстрыми. Игры получились интересными, динамичными. Настолько, что я, если честно, даже не всегда успевал показать, что происходит. Ну, в принципе, еще раз хочется сказать спасибо Федерации за то, что провела мероприятие по Старкрафту. Мы надеемся, что в ближайшее время у нас появится чуть более подробная информация о том, кто, как, куда, в каком порядке поедет. Может быть, даже получится встретиться с этими игроками, взять их в интервью, комментарии. Как они вообще чувствуют себя после такого, как, собственно, репликант чувствует себя. Представитель Казахстана, который поедет защищать цвета нашего флага. Это прям очень круто. Я думаю, что на этом все. Это такое, знаете, оперативное включение для того, чтобы у всех была возможность сегодня посмотреть эти игры. Я надеюсь, что качество и звука, и картинки будет достаточно для того, чтобы вы понимали, что происходило на экране. Вот. До новых встреч. Пока. Не играйте в Старкрафт. Субтитры сделал DimaTorzok